Национальный банк не планирует больше снижать базовую ставку, по крайней мере, в ближайшее время. Об этом заявили финрегуляторы. Сегодня Нацбанк снизил ставку до 14,75%. К тому же выразили уверенность в достижении целей по инфляции. При этом необходимо придерживаться умеренно жестких денежно-кредитных условий. Как снижение ставки скажется на финансовой жизни и на казахстанцев в целом, узнавал наш корреспондент. Инфляция продолжает снижение. Вместе с тем, сказал Сулейменов, темпы снижения ожидаемо замедлились. На фоне полного исчерпания высокой базы 2023 года. В январе годовой рост цен сложился на уровне 9,5%. Цены на продовольственные товары – 8,2%. А годовая инфляция непродовольственных снизилась до 8,6%. В целом, снижение ставки означает, что кредиты для населения станут более доступны, а депозиты будут терять свою привлекательность. Конечно, мы ожидаем, что вместе с изменением ставки банка первого уровня, то есть Национального банка, поменяются соответствующим образом и ставки банков второго уровня. Это что касается и кредитов, и депозитов. Поэтому, наверное, многое будет определяться решениями самих банков. Но базово мы ожидаем, что ставка по депозитам должна также несколько снизиться. Примерно в том же размере, что и базовая. Но это зависит, как сами понимаете, от профиля риска, от конкретного проекта, от конкретной политики того или иного банка. Появился вопрос главе Нацбанка и по пенсиям. Буквально недавно стало известно, что ЕНПФ вложил 173 миллиарда наших с вами денег в закупу вагонов. И, как ранее говорили в Миннацэкономике, это не первая операция, когда пенсионный фонд покупает облигации Байтирека. Деньги должны крутиться, говорят чиновники. Вот и в этот раз Сулейменов сказал, что проблем не видит. Деньги, вложенные в холдинг, помогут отечественным предприятиям, а вообще пенсионной системе нужна реформа. То, что есть, пока отвечает современным реалиям, но в будущем она будет нуждаться в реформировании. Потому что текущий ее дизайн, текущая ее структура не позволит получать большие пенсионные выплаты будущим пенсионерам. Поэтому пенсионная система нуждается в реформе. Не в немедленных реформах здесь и сейчас, но в дальнейшем. То есть наши долгосрочные модели показывают, что понадобится некоторые изменения сделать. Что касается дальнейших планов по вложению еще 300 миллиардов тенге в вагоны, мне об этом неизвестно, сказал глава Нацбанка. Если там 173 плюс еще 300, нам не сильно хотелось бы, чтобы все это у нас в железнодорожную отрасль ушло. У нас есть другие тоже не менее важные отрасли. Как я уже сказал, они должны служить воспроизводству и созданию товарного предложения. Когда придут с нами обсуждать, конечно, мы с коллегами из Минтранса и с других ведомств обсудим. Что касается ранее вложенных денег убыточных, но, честно говоря, ЕНПФ убыточные проекты не вкладывал. Был один скандальный проект, связанный с Банком Азербайджана, но он был давно, суммы были не такие значительные. Он не касался облигаций государственных холдингов. Это нужно очень четко говорить, чтобы не создавать какое-то ненужное напряжение в этом вопросе. В ближайшее время снижать базовую ставку Нацбанк не планирует, заявил Тимур Сулейменов. Гульнару Марова, Ахмедяр Ильясов, ТДК-42.